Всем привет! Добро пожаловать в путь до 10 миллионов на Блэк Раша, где я пытаюсь добиться 10 миллионов для прокачки аккаунта. Ну и вот мы наконец-то заспаунились. Сколько я ожидал, пока онлайн на Хабаровске немножечко просядет, и это наконец-то совершилось. Сейчас арендуем скутер и едем на самое ближайшее место, а именно завод. Ну вот он я, я уже устроился работать, и сейчас иду, собственно, зарабатывать. Конечно, заработать здесь можно много, но новичкам, как, допустим, мне нужно разобраться, потому что я, если честно, на Блэк Раше впервые. Так еще и иногда вот такие моменты могут происходить. Захожу в игру, и слава богу, Балик у меня сохранился. После этого я отправляюсь в шахту, так как она была довольно близко. А потом меня вообще убивают. Далее у меня уже имеется 10 тысяч, которые мы с вами наработали на работах для новичка. Сейчас я иду опять в шахту зарабатывать деньги, так как нам нужно заработать примерно 100 тысяч для того, чтобы уже перепродавать что-то на авторынке. И сейчас я провалился сквозь текстуры, и мне предложили курс лечения за 5 тысяч, и вы издеваетесь? Потом я понимаю, что все это время можно было получить в магазине бесплатный подарок в виде Тойоты Камри, которую, между прочим, также можно продать. Только она на 10 часов, но в любом случае ее можно продать. После на шахте зарабатываю 7К рублей, это прям вообще жесть. Случайно выполняю задание, которое я на самом деле даже не думал выполнять, и получаю плюс 2 косаря, вот так всегда бы. Выполняю задание посетить Казик, и получаю 2К рублей. Сейчас еще буду играть в Блэк Джек, и еще получу 2 тысячи рублей. Вот у меня вообще за что-то посадили в тюрьму. Потом смотрю, у меня и вовсе 6 звезд розыска. Что произошло-то? Хотел устроиться на курьера, и случайно получаю 5 тысяч рублей. Вот это круто! Для этого решаюсь устроиться работать курьером. Только вот что и как здесь делать, я немного пока еще не допираю. Но буду со временем понимать. И чтобы вы понимали, за один заказ целых тысяча 700 рублей, это много. Потому что здесь спавница, оно довольно близко, и тебе всего лишь нужно кататься. И где-то за 10 минут ты сможешь заработать примерно 15 тысяч. Хотя на той же шахте ты бы и 5 тысяч не смог заработать за эти 10 минут. Поэтому заработок такой неплохой. Единственное, очень редко, но все-таки бывает то, что спавница далеко, или тебя заводят в какой-то переулок, как на данных кадрах, из которого фиг пойми, как выбираться потом. А иногда так у тебя вообще могут мотик отбирать, это вообще ужас. Иногда тебя вообще заводят в какую-то жопу мира, и тебе приходится что туда заезжать, что и уезжать такими же усилиями. Самое интересное, то что маршрут не прокладывает, как на GPS, и это довольно плохо. Но на самом деле, то, что тебя далеко возят, это даже хорошо, потому что чем дальше ты едешь, тем больше тебе платят. Но, конечно, заработок здесь нормальный, но ничего не сравнится с работами для новичков. Ведь на работах для новичков ты заработаешь от силы 3 тысячи за 5 минут, а тут за 5 минут ты зарабатываешь целых 6 тысяч. Причем на работах для новичков 3 тысячи это с условием Payday, а тут без Payday. Ну, здесь и битвы за байки. Постоянно то отбирают, то берут, то врут, то обманывают на эти байки. Постоянно какие-то фигни происходят. Потом меня сначала посадили в тюрьму, потом и вовсе в карцер посадили, и тут я уже зарабатываю. Оплачиваю штрафы. Ну, на права, конечно, сдавать тяжело, лучше куплю их. Кушаю в ларьке. Покупаю канистру. Снова покупаю маску в ближайшем 24 на 7, потому что скоро ими буду торговать. Лечусь в больнице. Кушаю в ларьке, которую я нашел. Вообще меня летающий бомж на мопеде доставил из тюрьмы. Добиваю 30 тысяч на курьере. Самое интересное то, что я добил 33 тысячи, и меня вообще посадили в тюрьму. Я понимаю, что это какая-то особая больница, или что это вообще такое. Сваливаю из карцера. После этого где-то уже в Батырево меня добивает какой-то пожарный, и я спамюсь обратно в карцере. Классно! Не забываю, я оплачиваю штрафы, так как скоро буду сдавать на права. После этого за Никол Майк получаю 50 тысяч, так как достиг третьего левела сюда. Продаю объявление о продаже симки. И мне вот-вот скоро ее отредактируют, эту объяву. Ну и, братки, Майка-то я смотрю, и я знаю то, что что-ни-что, но на кладоискателе, которые, между прочим, с третьего левела, заработать можно очень, повторюсь, очень много. И поэтому я хочу как раз-таки... И поэтому я как раз-таки сейчас хочу это сделать, потому что на самом деле деньги в этой рубрике, как вы уже и понимаете, самое главное. Поэтому сейчас еду на работу. Вкусно кушаю в больнице, закрываю байки, хоть бы я не забыл бы его потом опять открыть. Потому что постоянно так происходит, то, что я закрываю, и потом выхожу с байка, а его уже никак не открыть. А потом у меня и вовсе блокраша вылетает. Ну что за приколы? Да, конечно, цены на металлоискатель и на лопату для кладоискателя очень много. Но на самом деле 3,5 тысячи этим можно отбить буквально за несколько... за несколько... буквально за одну минуту работы. Ну, может, чуть-чуть побольше. Единственное, возле ближайшего 24 на 7 в Лытье, конечно, проблемка нету. Ни одной аренды байков. Да даже самих байков, которые стылить бы можно было, нету. Ладно. Небольшая раздача денег. Небольшая раздача денег в больнице в Лытье. А потом вообще какой-то бред произошел. И у человека, которого я увидел на дороге, и не получается. Ну и на самом деле заработать столь большую сумму за всего лишь 4 дня. И да, записывал эту серию я 4 дня с учетом монтажа. Это даже как-то на самом деле слишком мощно. Я думаю, мы и в дальнейшем будем так развиваться. Ну а пока-пока. До скорой встречи, братаны. Субтитры задаче. Вот.